Коронавирус 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 Можно все же эту тему обсуждать. И вместо того, чтобы тихо себя так сводить с ума, давайте попробуем использовать страх себе на пользу. Страх то ли парализует, то ли мобилизует. Выберем второе. Это поможет остаться реалистами, но при этом освободиться от неуместных страхов. Надо будет только дослушать до конца. Итак, мы свидетели необычайных событий. Панэпидемия. Как это понять? Все как хотят, пусть так и понимают. Нет. Мы тут собрались, чтобы это понять с точки зрения ТОР. Сейчас принято видеть во всем естественные события. Вот вирус. Случается. Найдем ему естественную причину. Придумаем вакцину. Переждем и забудем. А у нас принято во всем видеть неестественные причины, за которым кроются цели и намерения Творца. Мы должны его понять, сделать выводы и стараться их не забыть. Принято сейчас, что человек управляет миром. А у нас принято, что Творец управляет миром. И так во всем. До мельчайших деталей. У каждого вируса есть точный адрес. Почему же такие мегасобытия происходят? Общие правила речи Творца известны. Ключ обращения к нам изложен в ТОР. И все, кто ее учит, должны их знать. Китайцы не должны знать. Могут. Но они не должны. Никто. А мы, да, должны знать язык Творца. Он с нами говорит. И мы должны это правильно понимать. А как он говорит? Как? Вот обстоятельствами жизни. Ведь когда все были в воздравии и стабильность старелого мира, его же не замечали. Вот и приходится создавать особые события. Можно о себе напоминать. Люди любопытные. А чем Бог занимается? Как чем? Включите новости. Столько событий, как потоп. Так вот, по поводу потопа. В Торе описано одно из центральных, уникальных событий человеческой истории, касающихся всего мира. Это был потоп. Катаклизм на весь мир. Было уничтожено практически все человечество. Но там же в Торе написано, что после того, как это произошло, Творец повещал, что больше не будет наказания миру потопом. В Устной Торе, в трактате Таанит, во второй главе, комментируют мудрецы Слава Торе, что Творец более не приведет потоп на людей, потоп не приведет. А эпидемию на все человечество в конце дней, да, приведет. Когда мудрецы писали эти слова, то было достаточно эпидемии до них, да, и при их жизни. И знали, что будет и после них. Но они были ограничены. Эпидемия косила город, страну, порой материк. Но не весь мир. А мудрецы говорили о катаклизме, который как потоп заденет не часть, а весь мир. Они говорили об эпидемии небывалой всемирной, которая произойдет только к концу дней. Когда сам человек создаст условия, что он превратит весь мир в глобальную деревню, вот тогда, вот тогда, когда он сам себе это приготовит, тогда это и придет. Спросите, а что это за дни? Что значит в конце дней? Вы слышали неоднократно, что одной из тринадцати основ нашего мировоззрения является вера в то, что исторический процесс приведет в конечном итоге к исправлению миру от зла. Личность, которая осуществит эту цель, называет у нас Машех. Период перед его приходом называется Ахаритаямим. Конец дней. Когда он наступает? Еще тысячелетия назад мудрецы Торы дали немало признаков прихода этих дней. В конце трактата Сота, последняя мечна, описано, что в конце дней наглость увеличится, молодые не будут почитать старших, все подорожает, государство будет безбожным, никто не захочет принимать наставления и поучения, общество станет распутным, мудрость ученых Торы будет опозорена, богобоязненные будут осмеяны, истина будет отсутствовать. Мы видим, как все эти пророчества осуществились один за другим. Все это происходит воочию перед нами. Все привычно ломается. В книге пророка Ишаяу, глава 26, пасук 20, написано в этих днях так. Ну, послушайте, только послушайте, уму непостишим. «Ступай, народ мой, войди в покои свои и запри двери свои за собой. Спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из места своего, чтобы наказать жителей земли за греховность его. И земля откроет поглощенную ее кровь и не покроет больше убитых своих». Слышите? Вааа, страх, страх, страх. «Войди в покои свои и запри двери свои за собой. Спрячься лишь на мгновение, пока не пройдет гнев». Было написано тысячелетия назад. Про наши дни, вот сейчас. Имеется ли в виду именно эта эпидемия? Или она будет только началом серии эпидемий? Не знаю. Сейчас придет избавление? Или через год-два? Тоже не знаю. Но точно знаем, что это начало. Знаем, потому что это первый раз после потопа. Беда вызвана не конфликтами между людьми, войнами, нелокальными природными явлениями. А все человечество вместе взятое оказалось и по одну сторону. Ну, а кто по другую? Против кого? Намек в самом названии коронавирус. Этот вирус был назван короной. Так как этот вирус под микроскопом выглядит, как одетый в корону. Ну, фантазия. Тем не менее, нет случайности в мире даже в названии. Что такое корона? Корона – это символ власти, царствования, управления. Как знать, кто царь? У кого корона? А кто делает царем царем? Его подданы. Чем больше они признают его власть, тем больше он является царем. Они как бы возлагают на него корону. Так вот, друзья, внимание, наберите чуть терпения. Давайте посмотрим взглядом сверху на происходящее событие и поймем, что они заранее предвидены Торой тысячелетия назад. Скажем это только очень коротко, в самой упрощенной форме. В начале истории человечество признавало власть и правление Творца. Корона была на нем. Но таков духовный закон, что в мире происходит постоянный такой духовный регресс. Энтропия растет. Чем больше времени проходит от начала творения, тем больше желания человека удалить себя от Творца. Поэтому люди со временем как-то постепенно-постепенно перенесли корону различным силам природы. Это было идолопоклонство. Пришло много времени, и сильные личности выдвинули философские идеи, деизма, пантеизма, затем и агностицизма. А по мере развития научного и технологического прогресса возникло желание полностью взять судьбу в свои руки. Без Бога. Для этого был задуман и осуществлен гигантский проект. Понять природу без Творца. И так появился современный научный атеизм. Другими словами, вот уже более 300 лет, как человек решил забрать корону в себе. Нет Бога. Мы в этой гипотезе не нуждаемся, сказали гордые ученые. Нам удалось все природные явления объяснить на базе законов природы. У нас даже есть предположение, как это могло случайным стечением в сервере самоорганизоваться. На что это похоже? Шил был мальчик, смышленый такой. Однажды он нашел хитроумную механическую игрушку. Разобрал. Понял, как она работает. Даже смог ее усовершенствовать. И очень возгордился. Спросили его братья, чья игрушка? Ничья. Ну ее же кто-то создал? Нет. Она сама образовалась. Как? Это же не бывает. Бывает. Я понял, как она работает. Все могу объяснить. Даже усовершенствовал. Так что в гипотезе существования какого-то создателя не нуждаюсь. Но из понимания, как устроена игрушка, не следует, что у нее нет создателя. Не важно. А я считаю, что игрушки собираются сами по себе. Да где ты это видел? Это же не бывает. Верно. Сейчас не бывает. А раньше было. Это произошло пару миллиардов лет назад. И я вам это докажу. Даже если это займет у меня еще пару миллиардов лет. А игрушку тем временем не отдам. Моя. Вы понимаете, о чем речь идет? А ну, давайте чуть-чуть повторим. Вначале был взрыв. И так рвануло, что порожденные молекулы стали биться друг от друга. Долго бились. Миллиарды лет бились. И вот результат. Видите? Вот-вот бились, бились. И вот в люди выбились. Говорят, рвануло так удачно, что, видите, мы тут сидим и рассуждаем по поводу нашего дедушки взрыва. Взрыв энергии так, знаете, постепенно-постепенно превратился. И породил сознание, разум, чувство, фантазии, желания, искусство, науку. Но это же абсурд. Не важно. Мы не хотим Бога. Понимаете? Он нам мешает. Мы можем придумать модели, как мир мог бы и появиться без обращения к сверхъестественным силам. Все можно объяснить законами природы, без Бога. Причем тут Бог? Вы понимаете, пришло поколение людей, сказало, человек – это звучит гордо. Корона наша, мы боги. Вы понимаете? Если мир, вселенная, природа – это мертвая материя разных форм, комбинаций, и кроме закономерных, все остальные процессы вне случайной, то мир, мир-то бесхозный, у него нет хозяина. Ну, и тогда кто вне властитель, а? Хе-хе-хе, человек, ученый, я царь, корона моя. Человеку нетрудно представить, что в будущем удастся построить совершенного робота, заслать на далекую звезду, ее осваивать. Этот робот будет наделен искусственным интеллектом, сможет обеспечить себе энергией из окружающей среды, произведет себе подобных. Разве что он не будет осведомлен, что за ним следят и даже контролируют, несмотря на полное ощущение свободы, вокруг они никаких людей не видят. Вы понимаете? Видеть себя в качестве Бога – нет проблем. А вот представить, что они сами, в свою очередь, сотворены Богом – не-е-е-е, гордость не позволяет. Я с короной, не отдам. В таре сказано, что человек сотворен, как подобие самого Бога, как Творец. Поэтому он единственный в мире, кто способен творить. Поэтому человеку действительно несложно ощутить себя Богом. Но только для таких Богов сам Бог – конкурент. Он препятствует их стремлению ощутить полную власть над своей судьбой. И тогда, что решают новые боги? Что они решают? Нет Бога, уберем его. Вы понимаете? Они решили. Ну, и его не стало. Но только они, по-видимому, не совсем осведомлены, что подаренный им божественный разум послан как испытание. То ли использовать его по назначению, то есть пытаться понять волю Творца, для чего мне это дали. То ли наоборот, использовать подаренный Творцом разум, чтобы доказать, что Творец не существует. Увы, основная часть человечества выбрала второй путь. А, сказал Бог, вы лучше знаете, так все делай в мутации, а? В изменении генетического кода, то есть в нарушении устойчивого состояния организма. Хм, странно. Тогда получается, по-вашему, что Дианей первой клетки уже содержал потенциал построения суперсложной конструкции примата? Вам не стыдно? Вы в это верите, не имея прямых свидетельств и однозначных доказательств? А, мутации, я вам пошлю маленький такой вирус. Вроде вирус как вирус, таких есть миллионов. Но только пошлю меру за меру. Я пошлю вам вирус мутанта. Вы же в этом разбираетесь. И он послал. И тогда уже все закручали по-другому. За что? Для чего Творцу посылать эпидемию? Это же жестоко, несправедливо. Не хотим Бога, который вмешивается в нашу личную жизнь. А, не хотите? А кто вам эту личную жизнь дал? Почему вы сейчас обо мне вспомнили? Если меня нет, то и претензий никому нет. Но если я есть, то я тот самый, который вам эту жизнь дал. Почему же раньше обо мне не вспомнили? Почему свое существование, здоровье, благополучие прописали себе? А как только что-то не то, то я виноват. Эй, вы же сами пробудили наказание. Ведь если бы его не было, не было бы вируса, вы меня бы вспомнили? В Торе описано, что Бог неоднократно посылал на народ Израиля мор. Как наказание, но и как пробуждение. Знаете, я боюсь даже цитировать это. Нервных прошу не слушать. Так описывает все дни Раф Дестлер в книге Мехтав Меалияву, том 3, страница 205. Жизнь человека станет полна забот и тревоги, страха и страданий. Весь мир предстанет перед ужасом разрушения. И тогда всем раскроется и прояснится, чтобы хвальство человека, его самоуверенность и гордость своими достижениями, захватом мира приводят только к трагедии. И тогда все признают бессодержательность бренной жизни, пустое от духовного содержания, ведущей в никуда. И только когда человек отчается достичь своих желаний и вожделений, тогда раскроется свет Машьеха. Вау! Дорогие друзья, Творец дает знать, что он есть, и надо просыпаться. Творец управляет миром двумя мерами параллельно. Одна это мера правосудия, она наказывает за нарушение воли Творца. А мера милосердия, как необходимые условия свободы выбора, откладывает это наказание, что и создает ощущение, что поведение человека безнаказанное. Так что наказание это естественный результат, которого невозможно избежать. Можно только отложить на время, но в конечном итоге оно всегда осуществится. Ну, хорошо, наказание, но за что? Человек всегда хочет знать за что. Но зато точно знаем, по каким законам Бог наказывает. И одна из них, мера за меру. И тогда, согласно результату, по наказанию можно понять, за какое прегрешение оно пришло. Это язык Бога, так он с нами разговаривает. И хотя это не хочется слышать, лучше заткнуть уши. Тем не менее, попробуем понять, что нам с небес намекают. Для чего пробуждают. Что нужно исправлять. Ведь для этого мы тут и собрались. Перечислим. Первый грех. Первый грех. Это грех бездумия. Это самый страшный грех современного человека. Получить самый дорогой подарок. Разум. И не пользоваться им по назначению. Точнее, использовать его на что угодно. Но только не на основное. На поиск истины. На прояснение вопроса о смысле жизни. На основной вопрос, от которого зависит все остальные. Вопрос существования Творца. На изучение своей истории, традиции. Оставаться невежды. Спросите, а откуда вы взялись, что это грех? Вот. Вот смотрите. Чем человек занят? Он целый день как белка в колесе. Работа, потом снова работа. Не работает. Надо отдохнуть, расслабиться. Доступ. Кафе, ресторан, искотеки. Музыку послушать. Поговорить по телефону. Жена. Поездки. Сети. Фон. У человека просто нет времени задумываться. А. А, у тебя нет времени? Вот Бог не остановил для тебя весь мир. Карантин. Сиди. Дома. Один. Сам собой. Задумайся. Хотя, пока фон-фон не отобрали. Верно? А это основное средство бездумия. И тем не менее. Не буду входить в эту тему. И тем не менее. Есть надежда, что на каком-то этапе надоест пялиться в этот экранчик. И единственное, может появится маленький шанс задуматься. Для чего я живу? Что есть жизнь? Почему она вообще существует? Есть в ней смысл? Может нет. Ведь родился я не по своей воле. Это было какое-то полное насилие. Никто не поинтересовался. Я хочу родиться. Не родился. И вдруг я живу? Живу! Не по своей воле. Все органы и физиологические системы работают сами по себе автономно. Воля человека никак не причина факту самой жизни. Так откуда она? Человек очень хочет жить. А приходится умирать. А это уже совсем безобразие. Только устроился. Накопил средства. Поумнел. Набрался опыта. И умереть? Получается. Получается какое-то бессмысление. Родился. Жил. Умер. Для чего все это было? Без меня жили хорошо. После меня было хорошо жить. Что мое появление в мире дало? И все, что я прожил. Вся моя жизнь. Все, о чем я думал. Мечтал. Хотел. Добивался. Куда это все исчезло? А Бог кричит. Я вам дал жизнь. Почему? Не задумывайтесь о ее смысле. Ну хотя бы для того, чтобы не было мучительно. больно за бесцельно прожитые годы. Но этот вопрос, как и все остальные принципиальные вопросы, исходят от самого важного вопроса. От вопроса всех вопросов. Вопроса прояснения существования Творца. Это не праздное любопытство. От этого вопроса вся жизнь зависит. А ну представьте себе, что Творца нет. Давайте предположим. А вы посвятили всю свою жизнь служению несуществующему Богу. Утро молитва, твилинка, шрут. Девочке нельзя, а то это нельзя. Глупцы, сумасшедшие люди. А теперь представьте, что он есть. Что разуме обязывает. Тогда человек, который живет сам по себе, он растратил свою подаренную свыше жизнь на какое-то биологическое существование. Это же глупец в военной степени. Да это просто личная трагедия. Не искать ответа на вопрос о существовании Творца. Это колоссальный грех. Грех любого человека в мире. И еще грех. Сопутствующий. Современное опыльство перестало искать истину. Вообще, вы поняли, что истинное исчезло. Всех стало устраивать такая истинность относительно. У каждого своя. Конечно, это гарантирует человеку возможность самовыражения, удовлетворять потребности. Эго не нравится, мне подходит, мне интересно. Кто не ищет истину, он неизбежно во всем найдет только подтверждение своего мнения. Вы понимаете, что произошло? Отсутствие интереса в поиску истины привело к тому, что, скажем так, большинство физиков не интересуется тонкостями, доказательствами эволюции. Биологи не интересуются проблемой возникновения Вселенной. Ни тех, ни других не волнует тема творения. И даже тот, кто готов признать реальность Творца, равнодушен к тебе смыслу жизни. Это колоссальный интеллектуальный грех. Говорит Бог. Эй, я тебя сотворил по своему подобию. Я тебе дал самое дорогое, самое высокое, что есть. Часть меня, драгоценный разум. Почему ты не используешь его по назначению? Почему не думаешь? Почему убегаешь от основных жизненных решений своих? Да у меня нет времени. Смотрите, работа, развлечения, сети. Говорят, а, нет времени. Ну, вот сиди в карантине. Задумайся наконец-то. Видите? А где, кстати, сидят в карантине? Вот по всему миру. Значит, Бог обращается таким образом к каждому человеку. И в Китае, и в Италии, и в Иране, и тут в Израиле. Все должны проснуться. Это грех номер один. Если заставлять поставить маску на рот, значит, меньше зла и ядовитости должно исходить из этих уст. Не только о сквернословии речь идет, сколько о злословии. Если заставлять носить маску на рту, значит, не надо ссувать туда все, что попало. Всяких летучих мышей, лягушек. Кошрут соблюдать. Пах! Запретили пожимать руки. Если бы не щупали дамочкам руки, скорее всего, не надо было запрещать пожимать сейчас всем подряд. Видели, как одет скромно обслуживающий персонал? С ног до головы. Намек поняли? Теперь. Надо мыть руки. Гигиена. О, тут наш брат ликует. Мы же вам говорили. А ну, помой ручки. Да. Надо помыть ручки. Но намек-то другой. Вы помните, что несколько месяцев назад было принято решение нарушить субботу и начать общественный транспорт в нескольких районах Израиля? Скорее всего, уже в ближайшую субботу весь Израиль будет соблюдать субботу. И так, в принципе, народ без того, чтобы хотел и обратил на это внимание, тихо-тихо так стал соблюдать повеление Тары. Надеюсь, намек понят. С нами говорят сверху. Мы должны исправлять наши прегрешения. И на самом деле, каждый знает, что ему конкретно надо исправлять. И когда это произойдет, тогда каждый из нас вернет корону Творцу. Поэтому и должен человек чувствовать себя, как в руках мамы. Она так бегает туда-сюда на перроне, нервничает, опазывает на поезд. А ребенку все равно, он улыбается. Ведь он в руках мамы, наоборот, еще смеется, что-то трясет. Упование на своего Творца снимает все тревоги. Снимает напряжение, нервы, уныние. Приходит покойбыш. Теперь вы понимаете, что все страхи и паники неуместны. Бояться, дрожать и паниковать – это исключительно право тех, кто украл и самовольно напялил на себя корону Бога. Им действительно есть, что бояться и страшиться. А кто все свои жизни, верой и разумом, возводит корону на истинного владыку мира, живет в полном спокойствии. Субтитры создавал DimaTorzok